еще я никогда не путешествовал на туристических поездах и для меня это было новым опытом доступ в бизнес-зал бесплатно вагон св купленные за бонусы ржд и действительно такое интересное начало путешествия а начали мы его с ленинградского вокзала города москвы и в наших планах остановиться в городах великий новгород и рыбинск больше не нравится тот факт что наш вагон сразу после вагона ресторана вагон историческому поезда сочи это второй ресторан сразу после первого нам раздали газетки у нас здесь лежали вот такой вот набор который выглядит лучше чем вкупе так серебряный маршрут листовки специальное предложение вместе вкусные карточки от купе у каждого из пассажиров ну и водичка пока что все еще у нас включено питание причем даже не один раз все как в новых купейных вагонах полки откидываются помимо первой подушки полотенца у нас там еще вторая подушка полотенца и одеяло ну и свет естественно но пока что ночной отчеты работает вот вот сейф есть регулировка температур у нас было все это время москва великий новгород триминск москва чего у нас наборе у нас набор вот такие прикольные тапочки не бумажные тапочки а крутые тапочки в наборе у нас лежит зерна и щетка расческа мыло влажная салфетка кота обуви это ложку чтобы девать обувь все из москвы великий новгород ехать не так уж и долго там часов 8 где то поэтому надо было успеть выспаться я быстренько помылся выпил чайку и лег спать еще ночью мы опаздывали поэтому ехали реально очень очень быстро и от этого я даже проснулся помню несмотря на то что высадка у нас было до 9 утра мы проснулись как только приехали нам принесли вот такие вот завтраки даже джем такой и продолжение завтрака вот столько еды еще у нас запаковано и вообще столько булок разных там вода кстати в вагоне св чай кофе сливки все абсолютно бесплатно там еще столько еды что мы оставим на потом приехали короче 6.30 и высадка у нас до 9 еще еще 45 минут высадки между прочим все высадились мы пришли в парк присели попить водички пойдем сейчас дальше немножко кремль реставрируют но в принципе все осталось то же самое как и в прошлом году ну и разумеется ролик про великий новгород как мы ездили сюда в прошлом году вы можете посмотреть по ссылке в описании да музей открывается только в 10 но это не пост меня тащить куда-то странные места красота жарко так правда сначала мы гуляли по центру вокруг кремля мимо фонтанов садко и дышали свежим воздухом затем мы купили билеты на теплоходе который еще делал остановку в рюриковом городище мало того что пока мы ехали на теплоходе нам вели экскурсию так еще и когда мы остановились в рюриковом городище с нами тоже вышли экскурсовод и рассказала нам про это место вполне можно сказать что отсюда пошла земля русская еще это городище имела чрезвычайно выгодное расположение потому что его территорию со всех сторон защищали водные рубежи а еще отсюда открывается очень красивый вид на реку волхов перед озером ильмень мы развернулись и поехали обратно после поездки на теплоходе мы пошли в новгородский музей-заповедник тут достаточно большая интересная экспозиция да и вообще новгородский музей-заповедник является одним из старейших в россии и его собрание насчитывает более 650 тысяч единиц хранения после посещения музея мы решили ненадолго вернуться к нам в поезд и заказали такси за 46 рублей класса комфорт я не мог об этом не сказать приехали немножко передохнуть в тот момент я подумал как же хорошо что великом новгороде поезд стоит недалеко от вокзала и туда можно в любой момент вернуться чтобы отдохнуть и потом с новыми силами уже пойти гулять по городу после отдыха мы пошли в другую часть великого новгорода которая находится за рекой волхов погуляли поснимали красивые здания даже те которые находятся на реставрации и нашли красивую прогулочную улочку пока не открыли а вот это вот знаменский монастырь после большой прогулки мы вернулись в центр еще немножко погуляли по кремлю и уже пошли на вокзал пока мы гуляли наш состав перегнали обратно к вокзалу нагулялись сейчас придем и будем отдыхать до завтрашнего утра так что так уже третий раз я великом новгороде и третий раз я не успеваю до конца посмотреть все достопримечательности потому что город реально большой и вот за те три дня в сумме что я здесь был даже два с половиной просто нереально все посмотреть но в очередной раз убедился что город очень уютный и очень хороший чтобы приехать сюда отдохнуть кофе блинчики еще блинчики и снова огромнейший набор еды и воды и там чего только там нет сейчас мы будем как только мы приехали сразу выгнали из поезда ну конечно же не прям пинком но на высадку было мало времени поэтому мы сразу же пошли гулять поезд наш поедет в парк очень красивый вокзал с которого начинается наше гуляние по рыбинску у нас восемь часов но мы попробуем за это время посмотреть город первое здание и уже сразу красивая рыбинский вокзал при выходе с вокзала тебя встречает первое большой паровоз второе дом художников и третья крик чаек мы только вышли с вокзала вот уже дом художников польский костел минут за 20 мы дошли до набережной вот река волга а вон там вдалеке центр рыбинск населением почти как великий нога а еще он очень очень длинный растянулся прям как сосиска поэтому здесь много что смотреть и можно гулять очень долго но конечно же все главные достопримечательностей в центре поэтому мы пока что пошли гулять по нему итак это красная площадь и рыбинска ну и разумеется тот же памятник ленину а вот это музей заповедник в который мы чуть позже пойдем крутая фишка рыбинска в центре практически все вывески сделаны в едином стиле мы чуть-чуть перекусили и сейчас пойдем музей заповедник рыбинский музей заповедник это один из старейших и крупнейших музеев верхней волги в нем более 100 тысяч единиц хранения основное здание музея это бывшая хлебная биржа построенная в 1912 году мне понравилось там достаточно интересно было поэтому по классике конечно же вам рекомендую туда сходить нам в одном из залов разрешили выйти на балкон и вот снять такой вот красивый вид на волгу и на мост через нее перекусили подрались с воробьями за еду и пошли дальше гулять по набережной вдоль волги немного погуляли и уже выдвинулись в сторону вокзала уже в 6 вечера мы отправились москву чуть позже мы пошли поужинать в вагонный ресторан наша туристическая поездка практически закончилась если не считать того что еще в санкова мы вышли погулять и посмотреть на несколько интересных мест но симпатичная водонапорная башня корсанкова год ее постройки 1895 а она до сих пор вот так хорошо сохранилось министру путей сообщения российской империи ну а дальше начинается совеловская глухомань и 9 часов в пути до москвы кстати ролик про совеловскую глухомань я тоже снимал и тоже в описании на него оставлю ссылку вот этот вот борщевик который в вагон задевает болото а потом резко среди всей этой глуши появляется деревня и населенный пункт какой-то а потом опять резко глушь никого нет не тронутый человеком вообще места и потом город вот такая вот совеловская глухомань когда мы ехали мимо колязина я еще не спал поэтому снял колязинскую колокольню вот она вблизи я ее уже видел правда без подсветки раз уж такое дело не упущу шанс и скажу что у меня есть ролик и про колязин и про углич все эти ролики вы можете посмотреть перейдя по ссылкам в описании доброе утро остатки вчерашнего завтрака последний день мы приезжали в 6 чем-то утра поэтому завтрак нам конечно же не принесли но у нас осталось столько еды что нам ее хватило чтобы объесться восточный вокзал так все мы вроде все взяли в общем-то на этом наше путешествие закончилось кончилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok